Сегодняшняя тема Практические последствия присоединения коснутся главным образом трех элементов отечественного фармрынка – импортных пошлин, охраны интеллектуальной собственности и условий регистрации лекарственных средств, утверждает директор Департамента торговых переговоров Минэкономразвития, глава переговорной делегации по присоединению России к ВТО Максим Медведков. Пошлины будут несколько снижены, но это снижение не отразится серьезно на интересах отечественных производителей, так как на этом рынке пошлины не определяют уровень конкурентоспособности товара и практически не влияют на него. Обязательства России в сфере интеллектуальной собственности уже несколько лет назад стали частью российского законодательства. Их эффект позитивный прежде всего для программ, предусматривающих реализацию проектов с иностранными инвестициями, и для отечественных разработчиков лекарств. Цены на лекарства могут несколько снизиться, но это снижение будет более заметным для дорогих препаратов. Необходимо продолжать работу по развитию отечественного потенциала и помнить, что вступление в ВТО предоставляет обоюдные возможности, солидарен с этим мнением и директор Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Сергей Цып. Нужно модернизировать предприятия до уровня международных стандартов, обеспечить доступными и эффективными препаратами население страны и выходить на мировые рынки сбыта, в секторы дженериков, а также с российскими инновационными разработками на более поздних этапах. Ведь при вступлении в ВТО не только мы открываем свой рынок, но и нам открываются рынки других стран. Произошли изменения и в системе арбитражных судов, поясняет старший юрист компании Эрнст и Янк Андрей Глебашев. Создается специальный суд по интеллектуальным правам, который будет рассматривать споры в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Помимо этого, должны быть снижены ставки ввозных таможенных пошлин на лекарственные средства, существующих 10-15% до 5-6,5% не позднее 2016 года, а в отношении медицинских изделий, в среднем с 5 до 3% не позднее 2014 года. По логике, такое снижение должно снизить и цены на ввозимые лекарственные препараты. Однако не стоит обольщаться, считают другие эксперты, значимого снижения цен в аптеках не будет. Во-первых, снижать ставки таможенных пошлин будут постепенно, в течение того самого переходного периода. Во-вторых, это затронет лишь производство. А более половины конечной стоимости лекарств приходится на дистрибьюцию и аптечную сеть. Но потребители лекарств все же окажутся в выигрыше, поскольку новые препараты будут быстрее, чем сегодня, появляться на аптечных прилавках, упростится процедура их перемещения через границу. А некоторые из экспертов даже уверены, что вступление в это выгодно лишь зарубежным производителям и экспортно ориентированным российским компаниям, обладающим конкурентоспособным портфелем и производством, соответствующим стандартам GMP. Более того, этот шаг может повысить цены на отечественные препараты. Причем подорожание может коснуться даже препаратов низшей ценовой ниши, вследствие чего они могут быть вымыты с рынка, а российский потребитель вряд ли заметит существенную разницу между «да» и «после». Однако пока практика подтверждает скорее оптимистические оценки. По данным Росстата, в августе, когда Россия официально вступила в ВТО, потребительские цены в целом выросли на 0,1%, за период с начала года – на 4,6%, что примерно равно показателям 2011 года. Цены на лекарства за август выросли на 0,3%, но с начала года – на те же 4,5%. А в августе прошлого года лекарства подорожали на 7,3%, с января по август – на 6,5%. То есть их рост в этом году явно меньше. Но как будут меняться цены на лекарства, мы заметим совсем скоро, впереди сезон осенних простуд, как в петербургских аптеках меняются цены на лекарства в зависимости от сезона. Можно узнать здесь сегодня фармацевтический рынок России входит в десятку крупнейших фармрынков мира. Его объем в прошлом году составил 824 миллиарда рублей. В ценах конечного потребления, что на 12% больше, чем показатель 2010 года. Согласно данным исследования, эксперт с обзор, в дальнейшем наш фармрынок продолжит тенденцию роста. По оценкам экспертов, если в текущем году ожидаются невысокие темпы прироста в натуральном выражении, то в дальнейшем же они не опустятся ниже 10%, а в стоимостном выражении прирост объема продаж не будет меньше 18%. А это значит, что современные эффективные и высококачественные препараты станут более доступными для нас. Источник, формапрактис.ру Ставь лайк и подпишись.